Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. И вначале коротко о темах выпуска. Форум Управдом, площадка, где можно обсудить наиболее важные проблемы в сфере ЖКХ, состоялся в Видновской школе номер 11. Наши операторы, которые работают по стихийным свалкам, предоставляют нам отчет. Было-стало. Профессия помогать людям. Социальные работники отметили свой профессиональный праздник. Хочется пожелать больших душевных сил. Почаще отдыхать, бывать с семьей. В гости за секретами приготовления чая и не только отправилась наша съемочная группа к жителям поселка Развилка. Чай, животный, если заваривался пять минут, его температура примерно 70-80 градусов. Муниципальный форум Управдом прошел в Видновской школе номер 11. Ставший уже вторым по счету в этом году, он традиционно является площадкой, где поднимаются наиболее актуальные вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее о встрече расскажет Екатерина Коваленко. Председатели советов многоквартирных домов, управляющие компании, районные власти, жилинспекция и просто неравнодушные граждане стали участниками муниципального форума Управдом. Основным пунктом повестки стал вопрос, связанный с новыми правилами обращения с отходами. Прошло уже почти полгода сведения так называемой мусорной реформы, а значит пришло время подвести первые итоги. Мы проинвентаризировали все контейнерные площадки, которых у нас оказалось 496 в Ленинском районе. И путем определения норм накопления, анализа проведенного вместе с управляющими компаниями, мы определили совместно с рекоператором, что нам потребуется более 2300 контейнеров. Все 100% серых контейнеров поставлены на территорию Ленинского района досрочно. Что касается синих баков для пластика, стекла, макулатуры и металла, то на каждой площадке можно увидеть как минимум один контейнер такого цвета, а на некоторых и два. Ситуация вокруг мусора очень актуальна и в зале равнодушных слушателей не было. Прозвучали вопросы по тарифам и платежкам, своевременному вывозу. Появились замечания и по стихийным навалам. К Петровскому подъезжаешь, три кучи лежит мусора. Кто их сбрасывает? Почему? По зеленому шоссе тоже лежит куча. Наши операторы, которые работают по стихийным свалкам, предоставляют нам отчет. Было-стало. Как только поступает заявление жителя, или мы сами обнаруживаем, или региональный оператор отслеживает территорию, управляющий компанией в том числе, мы немедленно даем такую заявку и вывозим. За пять месяцев вывезли более 25 тысяч кубометров подобного мусора. Сфера ЖКХ всегда на острее и касается каждого, у кого есть крыши над головой. Ничто не ускользнуло от внимания гостей форума. Пособравшиеся подробно обсудили и вопрос капитального ремонта жилого фонда, и работу сервисных служб по уборке дворов. Затронули также тему подготовки к отопительному сезону. И хотя сейчас на дворе только начало лета, это как раз самый лучший период для подготовки, чтобы зимой люди чувствовали себя уютно в своих квартирах. Большая просьба, если у Советов многоквартирных домов именно сейчас есть какие-то вопросы, проблемы, недостатки по многоквартирным домам, озвучивайте их сейчас. Мы говорим, что у нас не задача оштрафовать управляющую компанию, а задача, чтобы дом был подготовлен своевременно к сезонной эксплуатации. Форум управдом помогает наладить прочную связь между чаяниями жителей нашего района и соответствующими властными структурами. Ведь, как известно, лучше всего вопросы решаются в процессе прямого диалога двух сторон. И можно быть уверенным, что ни одно заявление не останется незамеченным. С этого года мы применяем такую практику, что мы, помимо того, что можно вопросы задать прямо на форуме непосредственно, мы еще принимаем вопросы в письменном виде. У нас сидит человек, который ведет реестр и потом отслеживает, чтобы на эти вопросы, которые пришли в письменном виде, были даны ответы. О месте и времени проведения следующего форума управдом можно узнать на сайте администрации Ленинского района. Как всегда, двери открыты для всех желающих. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. 8 июня в России отмечается День социального работника. В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому торжественно поздравить тех, чья профессия – помогать людям, решили немного пораньше. Побывала на чествование соцработников и наша съемочная группа. Их профессия – помогать людям, попавшим в беду, одиноким и просто нуждающимся в помощи. В Видновском ДК поздравили с профессиональным праздником социальных работников. 318 лет назад, 8 июня, Петр I подписал указ, положивший начало созданию государственной системы социальной защиты в нашей стране. С тех пор многое изменилось, но социальный работник – по-прежнему уважаемая и очень востребованная профессия. Хотел бы выразить слова искренне благодарности всем вам за этот нелегкий, но такой необходимый всем нам и нашему обществу труд, за то внимание, за преданность своей профессии, за то, что вы чутко и внимательно подходите к любым нуждам, просьбам, чаяниям наших людей, наших жителей. Хочется пожелать больших душевных сил, почаще отдыхать, бывать с семьей, что бывает редко, ну и, конечно, продолжать свое служение, на самом деле нужное, на самом деле доброе. Всех коллег хотелось бы поздравить с профессиональным праздником, пожелать им доброты, мира и, самое главное, здоровья вам и вашим близким. В нашем муниципалитете в сфере социального обслуживания трудится около 650 человек. Благодаря всем этим людям различную помощь получают примерно 80 тысяч жителей Ленинского района. Это довольно тяжелая работа, которая каждому не под силу. Социальные работники наши должны обладать, прежде всего, любовью, любовью к людям, а также и милосердием. Это, наверное, самые главные качества, которые важны для нас при приеме сотрудников на работу и при дальнейшем осуществлении нашей деятельности. Многие из социальных работников в этот день были награждены памятными подарками и грамотами. Среди них Светлана Смурьянинова, которая уже семь лет помогает людям на дому. Говорит, в профессию пришла из-за мамы. Когда у нее случился инсульт, Светлана взяла всю заботу о близком человеке на себя. А после того, как мама не стала, поняла, что хочет дарить свою заботу и внимание пожилым, одиноким людям. Бывает тяжело, но хочется людям оказать помощь, поддержать их, чтобы они не были одиноки, чтобы они как-то чувствовали, что они не одни. Инструктор по труду Ирина Шкарупеева работает в социальной сфере уже 4 года. За это время подопечные из Филимонковского детского дома-интерната стали ее семьей. Я учу детей лепить из глины. И когда они ко мне приходят на занятия, они вот эту вот глину мнут и изливают свою душу. Между работой мы с ними общаемся. Я каждого узнаю и помогаю помочь в каких-то проблемах. Может быть, у ребенка есть. Или просто общаюсь, потому что общение – это все-таки очень важно. Слова благодарности виновникам торжества сменяли музыкальные и танцевальные номера. Праздник получился очень светлым, добрым и музыкальным. В Центральном парке города Видное начался цикл мероприятий, которые носят название «Летний читальный зал под открытым небом». Первое было посвящено творчеству Александра Сергеевича Пушкина. На читательской скамейке сидели хоть и немногие, но зато самые преданные поклонники поэта. Подробности далее. Каникулы вовсе не повод перестать читать, ведь еще Федор Михайлович Достоевский говорил – перестать читать книги – значит перестать мыслить. И летом библиотеки не пустуют, сюда приходят читатели. Здесь проводится масса всевозможных мероприятий. И одно из них теперь – на свежем воздухе. Ориентировано оно прежде всего на маленьких читателей. В Центральном Видновском парке вот уже пятый год проходит мероприятие «Летний читальный зал под открытым небом». Я вам буду называть название сказки, а вы должны сказать окончание сказки. Сказка о рыбаке? Молодец! Участников первого летнего читального зала немного. Занятия проводятся в виде конкурсов и викторин. Сегодняшнее мероприятие было посвящено Александру Сергеевичу Пушкину. Но вчера был его день рождения, и было немножечко познакомить ребят с сказками и с творчеством Пушкина. Как показывает небольшой опрос среди молодежи, Александр Сергеевич уверенно занимает верхние строчки рейтинга русских писателей. Ваш любимый поэт русский? Александр Сергеевич Пушкин, конечно же. Скорее всего, Пушкин. Конечно же, Пушкин. Ну, скорее всего, Александр Сергеевич Пушкин. Не случайно летний читальный зал под открытым небом проводится именно здесь. Для многих посетителей парка чтение – добрая традиция. Ведновчане знают, что Центральный парк как нельзя лучше подходит для чтения. Здесь даже вот такая библиотека есть. Цель же этого проекта – максимально приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные условия для возрождения семейного чтения и сделать содержательнее отдых горожан. Первый читальный зал показал, что творчество русского поэта дети знают довольно хорошо. Так как это мероприятие для детей, конечно, оно проводится в игровой форме, в доступной, в легкой для восприятия детского. Несмотря на их небольшой возраст, все-таки это были дети до 10 лет, они очень хорошо осведомлены о героях и вообще о названиях, сказках. Следующий летний читальный зал под открытым небом состоится 14 июня и будет посвящен Дню России. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Чай – напиток, который одинаково хорош и в зимнюю стужу, и в летний зной. Пришел он к нам из Китая, откуда в те давние времена, четыре сотни лет назад, доставлялся сухопутным путем в течение 16 месяцев. В России настолько полюбили чай, что давно считают его своим. Правда, далеко не каждый знает, как приготовить этот поистине целебный напиток. За секретами заваривания чая, а также просто в гости, мы отправились в поселок Развилка в семью Прусаковых. В молодые годы Анатолий Григорьевич Прусаков побывал в Узбекистане. Будучи человеком интересующимся, он, заглянув однажды в Чайхану, решил разузнать секреты приготовления чая, который на Востоке умеют заваривать как нигде. Собрались бабаи. Это вечерний чай был. Значит, ну, наверное, человек 20. Такие, как Сакал, вот, все уважаемые люди, то есть деревни Каранкуль. Вот. И мы, вот, увидели эти традиции, на стороне был виноград, всякие вот эти выпечки и чай. Тот особенный чай настолько пришелся по вкусу нашему герою, что он с тех пор готовит его дома по всем правилам, которые одновременно и простые, и сложные. Первое – это сам чай. Выбирать его нужно внимательно, обращая внимание на дату сбора. Время начинается, вегетация чайного дерева в мае месяце, и начнется сбор, вот, ручной сбор. В это время и самый качественный чай. Также, говорит Анатолий Григорьевич, важна хорошая вода. Химик по образованию, он знает, что состав воды бывает разный и включает в себя практически всю таблицу Менделеева. Обычная вода, которая у нас под краном, значит, я ее сюда заливаю, ну, 5 литров, не больше, на 2-3 дня. За это время успевает вода отстояться. Это очень важно, потому что очень много примесей, да, мелких, глинистых всяких. Нагревая воду, лучше не доводить ее до кипения. Выключив чайник, буквально за несколько секунд. Тогда вода насытится кислородом, и в ней сохранятся все полезные микроэлементы, способствуя полному раскрытию вкуса и аромата чайных листьев. От 3 до 5 минут, и тонизирующий напиток готов. Чай, вот если заваривался 5 минут, то его температура примерно 70-80 градусов. В принципе, чай 60 градусов уже можно пить. Хозяин радушно приглашает за стол. К нам присоединяется и его супруга Людмила Викторовна. Семейные традиции здесь чтут. Выпить вместе по чашече чая со сладким или сухофруктами – особенная радость. Пока чаевничаем, узнаю, что у хозяйки дома недавно был юбилей. Отметила она его в том числе и с близкими по духу людьми – местным литературным отделением «Рифма плюс», председателем которого она является. Стихи в ее жизни занимают особое место. Я в детстве очень много читала книг. Меня приучил папа к этому. Очень любила стихи. И вот начала писать с детства. Потом в юности писала. Ну а потом время такое затянуло меня. Школа, семья – это все как-то отвлекает от такой творческой деятельности. И перестала писать. Но уже в зрелом возрасте дороги поэзии и нашей героини вновь сплелись воедино. И снова особенную роль в этом сыграл отец Людмилы Викторовны, в память о котором в литобеденении имени Шкулева решили написать книгу. Тогда Людмила Прусакова попала в литературный клуб, где быстро нашла близких по духу людей. И снова стали рождаться стихи. А около года назад вместе с другими поэтами она организовала отделение ЛИТО в поселке Развилка. Мне нравится самой писать. Мне нравится общаться с теми людьми, которые пишут. Мы общаемся, помогаем друг другу. То есть где-то я там указываю какие-то неточности, может быть, в поэзии. Кто-то мне подсказывает тоже. Более 30 лет Людмила Викторовна проработала в начальной школе. Поэтому большое место в ее творчестве занимает детская поэзия. В планах издать книгу стихов для детей. Тем более, что иллюстраторами могут стать ее собственные дети. Кстати, их в семье Прусаковых трое. Все уже взрослые, самостоятельные, но все так же близки со своими родителями, которые, в свою очередь, за почти 40 лет семейной жизни не растеряли близости и общих интересов. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И о погоде, которая решила побить все рекорды в предстоящие выходные. В субботу днем воздух раскалится до 32 градусов. Ночью тоже тепло около 18 со знаком плюс. А у нас на этом все. В субботу в 20.00 смотрите итоговый выпуск новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова